Всем доброго времени суток! Меня просили рассказать, как можно сделать фигурную маску с размытыми краями. Именно этим мы с вами и займемся в этом видео уроке. Вот сегодня мы с вами сделаем вот такую вот маску, которую вы можете потом применить и в программе про шоу-продюсер. Итак, я закрываю это и начинаем с самого начала. Для начала нам нужно создать файл. Заходим в файл, создать. Чтобы это можно было применять в про шоу-продюсер, я беру ширину 1280 пикселей на высоту 720 пикселей. Разрешение 72 пикселя на дюйм. Окей. Вот у нас появился наш новый документ. Для начала мы должны залить его белым слоем. Для этого берем инструмент заливка, нажимаем левой кнопкой мыши. Здесь у нас белый слой стоит. Если у вас другой какой-то, вы можете просто подойти вот сюда к образцам, щелкнуть левой кнопкой мыши по нему и у вас появится здесь белый цвет. Теперь переходим на документ и щелкаем левой кнопкой мыши. Вот у нас наш слой залился белой краской. Теперь нам нужно добавить еще один слой. Переходим вот сюда. Нажимаем на кнопку создать новый слой левой кнопкой мыши. У нас появился второй слой. Теперь мы возьмем фигуру и нарисуем то, что нам нравится. Я захожу в фигуры. Сюда вы можете добавлять сколько угодно фигур. Их тоже можно найти в интернете. Вот у меня стоят стандартные на данный момент. Я возьму самую простую сердечко. Нажимаю левой кнопкой мыши и у меня выбралась эта фигура. Теперь я зажимаю левую кнопку мыши и вот так вот рисую наше сердечко. Чтобы не очень большое оно было, вот таким образом. Теперь нам нужно поменять его на черный цвет. Маска у нас всегда состоит из белого и черного цвета. Для этого мы заходим вот сюда, цвет, нажимаем левой кнопкой мыши. И вот здесь вот можно выбрать, здесь, а можно выбрать чисто черный цвет. Для этого вот здесь можно написать все нули. И у нас появляется чисто черный цвет. Ок. Теперь становимся на вот этот слой. Нажимаем правой кнопкой мыши и выбираем здесь растрировать слой. Нам нужно фигуру растрировать слой. Итак, у нас теперь два слоя. На одном есть фигура. В данном случае сердечко. На другом белый фон. Теперь нам нужно сделать плавный переход от белого к черному. Сейчас мы заходим в выделение. Загрузить выделенную область. Здесь новая выделенная область. Ок. Называть ее тоже не обязательно. Вот видите, у нас появились так называемые муравьи. Это значит, что наше сердечко выделилось. Но нам нужно сделать инверсию. То есть нам нужно, чтобы не сердечко было выделено, а вся остальная область. Снова заходим в выделение. Инверсия. И теперь у нас уже выделена область, которая вне сердечка. Снова заходим в выделение. Модификация. Растушевка. А вот здесь теперь нам нужно угадать с радиусом. Это можно сделать сразу, а можно попробовать разными способами. Я предлагаю вам сначала поставить здесь 10 пикселей. Нажимаем ОК. И теперь на клавиатуре мы должны нажать клавишу Дел. Видите, немножечко растушевка у нас появилась. То есть здесь вам нужно уже смотреть. Если вам достаточно этого, значит вы оставляете так, как есть. Если нет, нажимаете клавишу Дел до того момента, как вам понравится результат. Я нажму еще пару раз. Даже три раза. И теперь давайте сделаем еще более плавный переход. Вот здесь вот. Для этого мы снова заходим в выделение. Модификация. Растушевка. И вот здесь поставим уже другое значение. Я сейчас поставлю 20 пикселей. А вы можете поставить то, которое вам понравится. Это уже зависит только от вашей фантазии, от вашего творчества. И снова нажимаю клавишу Дел. Видите, появляется более плавная граница. Теперь снимаем выделение. Выделение. Отменить выделение. И вот у нас получилось вот такое сердечко с плавными краями. Теперь мы можем использовать этот файл как маску для программы ProShow Producer. Давайте сейчас посмотрим, как это будет выглядеть. Для начала мы должны сохранить эту маску. Заходим в файл. Сохранить как. Я предлагаю здесь выбрать расширение PNG. И назвать ее каким-то образом. Ну, к примеру, маска. У меня она уже существует, поэтому меня переспрашивает компьютер. У вас она будет сохраняться так, как положено. Теперь открываем программу ProShow Producer. И давайте посмотрим, что у нас получится, когда мы подставим нашу маску. Правой кнопкой мыши щелкаем по ленте со слайдами. Выбираем вставка. Добавить пустой слайд. Переходим в параметры слайда. Добавляем изображение. Ну, вот, к примеру, вот эту пару. Добавляем маску. Ту, которую мы только что сделали с вами. Вот я ее нашла. И давайте добавим фон. Я возьму просто чистый цвет, чтобы нам лучше было видно, что из этого получается. Поставили в ней самую наш цветной слой. Потом идет у нас фотография и сверху маска. Давайте теперь сначала настроим нашу маску. Становимся на слой с маской. Заходим в параметры слоя. Вот здесь выбираем тип маски. Ставим галочку. И здесь выбираем прозрачное инвертированное. Дальше переходим в коррекцию. Вот здесь в прозрачный цвет ставим тоже галочку. Нажимаем на кнопочку. Вот здесь обязательно тоже выбираем черный цвет. Нажимаем на кнопочку. Выбираем пипетку. Щелкаем по черному цвету. Выбрать. И вот здесь можно подвигать бегуночки. Это уже на ваше усмотрение. Сколько вам будет нужно. Нажимаем ОК. Переходим в эффекты. Ну и настраиваем теперь наше сердечко. Я думаю, что нужно его сделать немножечко больше. Вот, к примеру, вот так. Чтобы оно у нас было почти на весь экран. И копируем в следующий ключевой кадр. Теперь настроим фотографию. Вот мы ее подвинем немножечко. Можно больше, можно меньше. Вот примерно так. И тоже копируем в следующий ключевой кадр. И давайте теперь посмотрим, что у нас получилось. Вот видите, края нашей маски немножко размазаны. Если вы хотите, чтобы ваша маска была более размазана по краям, то вам нужно перейти в Photoshop и еще раз проделать те операции, которые мы с вами делали. Может быть поставить другое значение пикселей. Может быть больше раз щелкнуть клавишей D. Это уже все зависит от вашей фантазии и от того результата, которого вы хотите добиться. Итак, сегодня мы с вами научились делать фигурную маску с размытыми краями. Для того, чтобы можно было применять ее потом в прошоу продюсер. А может быть и в Photoshop. Кому как больше нравится. На этом наш видео урок окончен. Всего вам доброго. До новых встреч!